Будьте активными собственниками, сделайте капитальный ремонт и живите спокойно. Однако не все так просто, как хотелось бы. Инициативные граждане микрорайона Куисфумчор начали пожинать плоды многочисленных работ, которые были произведены на их доме. Возмущенные люди пишут письма в управляющую компанию и прокуратуру. Коммунальную историю жителей Кирова-36 с продолжением начнет Татьяна Никуличева. Кирова-36, казалось бы, один из самых красивых домов на 25-м. И люди здесь живут активные, сознательные, которые очень беспокоятся о своем хозяйстве. И даже добились капитального ремонта своего дома. Но вот только почему-то их усилия оказались напрасными. Мы радовались всего один месяц в красоте. Достаточно было любому детскому удару ноги 10-12-летние дети, оказывается, надели. Участковый сегодня сказал, вот, опа, и вся конструкция. Это гарантия хотя бы какая-то дается, вот ремонт вот такого дома и такой обшивки. Вот, посмотрите, даже буквально пальцем можно взять и оторвать вот эту обшивку. Руками ломается, вот так руками. У нас есть документы, которые подтверждают его, по-моему, здесь даже. Вот, пожалуйста, вот этот материал. Применяется для отделки внутренних и наружных стен, фасадов. То есть этот материал, он, в принципе, по всем ГОСТам он соответствует. Даже в северных районах, снежных, таких как 25-й килограмм. Тем не менее, материал под названием «Креплатни» выдержал детских шалостей. В разломах зияют дыры, поскольку между основой и тонюсенькой облицовкой пустота. Но начнем по порядку. В 2013 году мурманские подрядчики взялись за капремонт Кирова-36 в рамках программы государственного софинансирования. Однако, трех миллионов на приведение в порядок цокольного этажа не хватило. Получилось как? Цоколь был запланирован, но запланирован в небольшом метраже. И под штукатуркой не видно было, из какого кирпича он состоял. Когда подрядчики пытались его приступить к ремонтным работам, то есть по сетке начать штукатурить, поняли, что ничего у них не получается. Они пригласили нас, мы пригласили администрацию. Администрация вызвала большую комиссию вместе с конструкторами. Все эти люди посетили этот объект и пришли к выводу, что здесь необходимо какое-то проектное решение. Администрация взяла на себя хлопоты о проекте. Пока суть додела, программу пока ремонтом свернули. И реконструкция цоколя вновь ударила по карманам собственников. Управляющей компанией нам предоставили акт с подписями жильцов, которые согласились заплатить более 790 тысяч рублей в рассрочку. Недостающие средства благородно внесли коммунальщики. Правда, сэкономив на других текущих ремонтных работах. После того, когда ремонт был произведен, у нас была единственная замена, как раз вот с этим материалом креплат, который нам точно так же согласовал Союз проект, который первоначально делал проектное решение. Это же цоколь, это фундаментальное покрытие должно быть. Они вот с такой вот, я стою и ломаю эту плитку. Это что за качество? Вот, посмотрите. За такие, за миллион почти денег. Требуем переделать цоколь, наказать виновных ответственных лиц, которые не могут исполнять свои обязанности, как положено. Не можешь работать, делай другую работу. А если взялся, сделай как положено. Ремонт цоколя, за который жильцам еще год расплачиваться с управляющей компанией, был принят в конце июля этого года. Кстати, в акте о приемке есть и подписи представителей комитета по управлению муниципальной собственностью. Но вот незадача. Дети на 25-м уж больно шаловливые, их родители несознательные, а собственники дома невнимательные, не берегут красоту. Люди не понимают, что надо детей воспитывать. Во-первых, не одним, я так понимаю, там обошлось толчком или движением ноги детской, да? Во-вторых, ну давайте тогда и подъезды будем в черный цвет красить. Директор партнера Елена Зайцева заверяет, что повреждения облицовки ущерба основному ремонту цоколя не нанесут. Однако инициативные жители Кирова 36 сообщили нам, что уже в эту среду комитетчики начали платать дыры железом. Насколько это эффективно, покажет долгая северная зима.